МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рейтинговое агентство GMBH присвоило Чувашской республике кредитный рейтинг на уровне WB, достаточного уровня кредитоспособности по международной шкале. Прогноз по рейтингу стабильный. Он означает высокую вероятность сохранения рейтинга в среднесрочной перспективе. Позитивное влияние на рейтинг Чуваши оказали показатели профицита бюджета в прошлом году. Текущая структура обязательств региона с высокой долей бюджетных кредитов, а также низкая доля расходов на обслуживание долга и высокий уровень диверсификации налоговых поступлений, пояснил эксперт РА GMBH Владимир Горчаков. Сегодня депутаты республиканского парламента на внеочередной сессии освободили от должности вице-спикера и председателя комитета госсовета Николая Малова. Напомним, Николай Малов переходит в Госдуму. Единая Россия передала ему мандат теннисиста Марата Сафина по собственному желанию сложившего с себя полномочия депутата. Также депутаты рассмотрели обращение Яльчикского районного собрания депутатов о награждении главы Чувашской республики Михаила Игнатьева орденом за заслуги перед Чувашской республикой. Эта награда была учреждена в 2005 году в целях поощрения за особо выдающиеся заслуги. Постановление о награждении Михаила Игнатьева принято парламентариями почти единогласно. Депутаты рассмотрели еще один кадровый вопрос. 12 мая нынешнего года госсовет утвердил кандидатуру Владимира Ежеева на должность уполномоченного по правам человека. Оставалось только согласование с федеральным омбудсменом. Но сегодня Владимир Ежеев предоставил заявление об отзыве собственной кандидатуры. Сегодня Всемирный день молодежи. Чувашия гордится молодыми гражданами и всячески поддерживает их инициативы. Юношам и девушкам, добившимся успехов в науке, образовании, журналистики, здравоохранении, с 1996 года ежегодно присуждаются Государственные молодежные премии Чувашской Республики. За 20 лет молодежной премии удостоились более 150 ребят. В этом году было представлено 43 проекта в 8 номинациях. Но только самые лучшие стали лауреатами. Их значимость сложно переоценить. К примеру, Мария Петрова и Анна Тимошенкова были удостойны премии за разработку нового клеевого средства для профилактики послеоперационных осложнений. Нами разработан клеевой состав «Протохол», который обладает всеми необходимыми свойствами. Состав запатентован, имеются патенты. Также в этом году наша команда получила поддержку «Старт» программы. И в этом году также получается открытая фирма научно-производственная. Премией в сфере физической культуры и спорта удостоилась самая юная участница Кристина Кускова за удачное выступление на Европейском юношеском фестивале в Турции. В свои 17 лет она уже является мастером спорта России по лыжным гонкам. Я представляю не только свою республику, но и всю страну в целом. И поэтому эта премия, она является для меня неким мотиватором для моих будущих достижений. Признание на столь высоком уровне, а государственная премия – высокая награда, убедительно доказывает, насколько важны и необходимы проекты, которым ребята отдают все силы. Я надеюсь, что все те работы, кто сегодня стал волоятом, найдут практическое применение, реализуют свои замыслы, найдут себя в жизни, принесут полезное в общество, так как молодежь – это наше будущее. И сегодня и на российском уровне, и в Чувашской республике поддержка молодежи, молодежных движений уделяется особое внимание. Со следующего года увеличится количество молодежных премий. К уже имеющимся восьми добавятся две номинации в сфере патриотического воспитания и молодежного общественного движения. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика. Каково это – получать паспорт из рук Владимира Путина? И что хотели спросить у президента во время прямой линии? Об этом шел разговор на встрече министра образования Чуваши с представителями молодежи республики. Паспорта получают к 14 годам. Вы уже к 14 годам многого сумели добиться, многое сумели сделать. Девушка в кадетской форме – это наша Софья Морозова. Она оказалась в числе 10 ребят, паспорт которым вручил Владимир Путин. Очень сильно волновалась, но все прошло хорошо. Ребята разные абсолютно, но все дети хорошие ребята. Мы со всеми познакомились, подружились. Софья заслужила право получить паспорт в Кремле, став победителем конкурса Всероссийского движения школьников «Мы – граждане России». Мы тоже здесь, в республике нашей, активно культивируем и пытаемся сделать так, чтобы все больше и больше большинство наших детей включались в эту работу, так как именно участие в движении школьников дает большую возможность в самореализации. Катерина тоже недавно впервые увидела президента страны. Ее как одну из победительниц Олимпиады национальной технической инициативы пригласили на прямую линию с Владимиром Путиным. Очередь до нее не дошла, но если бы представилась возможность, спросила бы про профориентацию для старшеклассников. Многие ребята моего возраста, они не знают, куда пойти там. И я бы хотела предложить, чтобы у нас вернули практику, мне рассказывали родители о том, что раньше проходили все практику. Они могли бы участвовать как медсестры или рабочие на разных предприятиях, и это могло бы выбрать профессию. Министр образования республики пожелал девушкам успехов и поздравил с Днем молодежи. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Специалисты Управления экологии города Чебоксара намерены регулярно использовать беспилотный летательный аппарат для выявления захламленных участков вдоль набережной реки Волги. Сейчас уже получены высококачественные снимки, выявшие стихийные свалки вдоль оврага по улице Гремяческая. Предстоит ликвидация и очистка территорий. Беспилотник будет контролировать всю территорию столицы Чувашии независимо от форм собственности и принадлежности земельных участков. Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии возбудил уголовное дело в отношении директора открытого акционерного общества «Чувашский бройлер» по статье «Преднамеренное банкротство». Как полагает следствие, в результате противоправных действий подозреваемого кредиторская задолженность открытого акционерного общества «Чувашский бройлер» была увеличена на сумму свыше 104 миллионов рублей перед третьей фирмой, которая в последующем и обратилась в арбитражный суд Чувашской республики с заявлением о включении этой задолженности в реестр требований кредиторов по делу о банкротстве. В Чебоксарах полицейские задержали молодую девушку, похитившую у пенсионерки почти 700 тысяч рублей. Подозреваемая проникла в квартиру под видом сотрудницы Сабеса. Пользуясь добродушием и невнимательностью хозяйки, она похитила деньги пожилой женщины. Благодаря бдительности прохожих и оперативности столичных полицейских, злоумышленницу удалось задержать через несколько часов после совершения кражи. Рассказывают коллеги из пресс-службы МВД по Чувашии. Звонок на пульт дежурного столичной полиции поступил днем 15 июня. Жители дома по улице Университетской видели, как пожилая женщина пытается догнать легковой автомобиль. Прохожим она сообщила, что на ней скрылась мошенница, укравшая крупную сумму денег. Случайным прохожим удалось запомнить номер автомашины. В городе был объявлен план перехват. О подозрительном автомобиле стало известно всем столичным патрульным машинам. Вскоре объявленный в розыск транспорт инспекторы заметили на одной из центральных улиц города. Сотрудники дорожно-патрульной службы, капитан полиции Сергей Васильев и лейтенанты полиции Николай Егоров и Сергей Гаврилов незамедлительно устремились в погоню. Недолгое преследование закончилось задержанием подозреваемых. Можете лица, пожалуйста, не снимать. Ими оказались четверо граждан Костромской и Ярославской областей. Граждане, ведущие кочевой образ жизни, в Чебоксарах оказались проездом. При обыске сумочки одной из подозреваемых. Полицейские нашли похищенные у пенсионерки деньги. Почти 700 тысяч рублей. Эля, откуда у тебя эти деньги, Эля? Я висела. У кого вы едете? У бабушки. В этот день пожилой женщине и злоумышленнице удалось встретиться дважды. Правда, во второй раз уже в отделе полиции. Задержанная поспешила извиниться перед потерпевшей. Такой акт раскаяния пенсионерка не оценила и слезам не поверила. Следователям бабушка рассказала, подозреваемая постучалась к ней в дверь и представилась сотрудницей СОБЕСа. Говорила о денежных реформах, о прибавке к пенсии, об обмене старых денег на новые. Вот бабушка сейчас, ты, говорит, пенсии прибавляйте. Ага. Прибавляй, говорит. Ага. А ты и двери, и двери, и двери, и двери, и двери, и двери, и двери. Говорю. Ага. Пенсии прибавляйте. Говорю. Я думала, что он весом пришел. Дальше. Вот. Путинница получилась. Потом. Ты что, мои деньги сейчас убирай, что ли? Я думала, что, все, два, сразу две. Следователями проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на завершение предварительного следствия по уголовному делу и его направлении в суд. В случае, если вина девушки будет доказана, ей грозит наказание до 7 лет лишения свободы, следует также отметить, что к настоящему времени все похищенные денежные средства возвращены потерпевшей. МВД Почувашии просит пожилых граждан быть бдительными при общении с незнакомцами, особенно внимательно относиться к тем, кто посещает ваши дома и представляется сотрудниками различных социальных служб. Не общайтесь с незнакомыми людьми, которые представляются вам социальными работниками. Не приглашайте их к себе домой. Не показывайте им своих денег и не говорите, где они лежат. По всем подозрительным фактам, незамедлительно обращайтесь в полицию. Это поможет раскрыть преступление по горячим следам. Тысяча голосов из 32 регионов страны. День республики в Чебоксарах выступил детский сводный хор России и Чувашии. Гимн республики многие участники хора учили специально к выступлению. Говорить на чувашском языке непросто, а петь еще сложнее. Звуки произносятся не так, как у нас. И необычно очень это. Но интересно. Два дня, три репетиции, одна из которых на главной сцене, около монумента матери-покровительницы. За синхронное исполнение отвечал Марисий Клашкин, главный дирижер Чувашской государственной симфонической капеллы. Но дирижер он со своей техникой дирижирования, не как наш. В программе выступления 12 произведений русских и чувашских композиторов, известных практически каждому. Для Чебоксар пришлось учить новый репертуар. Здесь новая площадка, новые знакомства. Эти ребята уже успели показать себя на открытии Олимпиады в Сочи. Их принимала сцена Мринского и Большого театров. Им рукоплескал Крым. Поэтому ливень на Чебоксарской площадке для них не помеха. Задорили рыбу, запеченной по-царски, поили домашним пивом и учили свистеть на кусочки бумаги. Так, нашу съемочную группу принимали хозяева этноподворий на Красной площади в День Республики. Ольга Пырочкина расскажет подробнее. Вот такой необычный оркестр привлек внимание нашей съемочной группы. Два аккордеона и неопознанный музыкальный инструмент. Скажите, вы на чем играли? Я на чем? На пакетике. Обычном пакетике. Я присоединяюсь ко всем тем, кто где играет. Я туда бегу сразу с этой. С этим пакетиком и играю. В сумке у журналиста не нашлось пакетик, а зато нашелся блокнот. Как выяснилось, бумага тоже подойдет. Так, можно еще с другой стороны? Давайте микрофон подержу. Давайте. Нет, нужно натянуть. Прямо вот маленько. Да, рассвистеть на бумаге у меня не оказалось. Мы отправились дальше и обнаружили еще более необычный инструмент у коллектива из Аликова. Раньше наш чувашский народ использовал любые инструменты, которые есть у нас в быту. Пилы, косы, ну и, конечно же, петли. А что это такое? Это такая крышка, которая закрывается русскую печь. Закрывается. Так. Ее как можно использовать? Видимо, каблуками, да? Да. Найдете ее и танцуете под мелодию. Так. Да, да. Кроме музыкальных коллективов, у подворья каждого муниципалитета была своя тема. Например, в Алатарском – сенокос. Все семьей, все, даже маленькие дети, все ходили на сенокос, чуваши. Даже в колыбельке ребенка брали, прям там он лежал, там же кормили, там же рожали даже женщин, когда работали раньше. Волжский город Козловка выбрал рыбную тему. И это царская рыба, потому что она пожарена царским рецептом. Что это за рецепт? Это секрет. Приезжайте в Козловский район. Приезжайте в Козловский район, научим, покормим. Голодными не уйдете. Голодными мы все-таки ушли. Что поделать реквизит. Придется и правда ехать в Козловку. А вообще после увиденного захотелось объехать все районы чуваши. Ольга Пырочкина, Олег Якимов, Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова